здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я с вами поделюсь рецептом торта капучино какие ингредиенты нам нужны для сегодняшнего рецепта яйца которые я заранее разделила на желтки и белки мука сахар сок лимона какого порошок сливочное масло с молоком растворимый кофе разрыхлитель и ванилин сначала соединяем все сухие ингредиенты в заранее просеянную муку добавляем разрыхлитель ванилин если у вас ванильный сахар то добавляйте вместе с сахаром и сюда же я добавлю какого порошок какого порошок возьмите хорошего качества от этого зависит качество и цвет теста и это все вместе хорошо смешаем мучную смесь пока оставим в сторону на водяной бане нужно нагреть сливочное масло с молоком я вот так посуду залила горячую воду и вот так поставлю чашу с молоком и сюда же добавлю два пакетика растворимого кофе это все нужно хорошенько смешать и вот так поставлю в сторону сначала взобьем белки до пышной пены вот такая пышная белковая пена у меня получилось сюда добавлю сок лимона и начинаю постепенно вводить половину порции сахара а другую половину оставлю для желтков вот столько сахара я оставила для желтков и после того как мы добавили в белки весь сахар взобьем до пышных плотных пиков вот такие очень плотные глянцевые взбитые белки у меня получились это пока оставлю в сторону к желткам добавлю оставшийся сахар и взобьют до бела если у вас на венчик остались взбитые белки ничего страшного вот такая желтково-сахарная масса получилась почти белого цвета вот так выглядит кофейно-масляная молочная смесь сливочное масло полностью растопилась эта масса по температуре приблизительно 40 градусов это я добавлю ко взбитым желткам и слегка смешаю теперь сюда добавлю половину порции взбитых белков и взобью миксер нам больше не нужен и теперь сюда добавлю мучную смесь обязательно нужно просеять добавим частями смешаем аккуратно лопаткой добавляем очередную порцию и добавлю последнюю порцию муки смешаем аккуратно снизу вверх сюда еще добавлю немножко взбитых белков и теперь соединяем обе части теста смешаем аккуратно очень ароматное тесто получилось поэтому советую обязательно берите какао порошок хорошего качества и растворимый кофе тоже перемешиваем до однородности не должно быть ни промеса вот такое гладкое однородное тесто получилось она немножко жидковатое выпекать бисквит я буду вот в таком противне от стандартной духовки размер противень от 30 на 40 но накрыла пергаментной бумагой и ничем смазывать не буду если хотите это тесто испечь в круглой форме то возьмите форму диаметром 24 26 сантиметров распределяем тесто равномерно чтобы потом готовый корж был ровный готовое тесто поставлю в заранее разогретую духовку температура духовки из 175 180 градусов нам понадобится приблизительно 15-20 минут но опять же посмотрите по своей духовке они у всех разные и пекут по-разному я оставлю тесто в духовке до сухой шпажки бисквит уже готов готовность бисквита я проверяю шпажкой шпажка выходит сухая без следов тесто значит бисквит уже готов теперь сразу же извлеку бисквит из противня сниму бумагу бумага отходит очень хорошо и в таком виде дам бисквиту полностью остыть очень мягкий бисквит получился и очень ароматный пока бисквитный корж остывает нам нужно сделать одну заготовку для крема жирной сливки жирностью 33 35 процентов нужно хорошо нагреть и к сливкам добавить растворимый кофе капучино вот такая смесь у меня получилось этой смеси нужно дать остыть до комнатной температуры момент когда мы ее добавим в крем она должна быть полностью остывшая для торта заранее приготовлено сироп полторы столовой ложки сахара я взяла коричневый сахар можете взять белый сахар залю кипятком я взяла 200 миллилитров кипятка перемешаем чтобы сахар полностью растворится количество сахара можете добавить по вашему вкусу то есть если хотите сироп послаще возьмите сахара побольше сиропу дома остыть до комнатной температуры готовим крем для крема нам понадобятся следующие ингредиенты сливочное масло я взяла 82 и 5 процентов жирности сгущенное молоко у меня с какао ванилин и уже хорошо остывшая сливочная кофейная смесь все ингредиенты для крема должны быть комнатной температуры сначала взобьем добила сливочное масло вот такое взбитое масло у меня получилось теперь понемножку добавлю сгущенное молоко и сразу же добавлю ванилин и нужно по столовой ложке еще добавить сливочно-кофейную смесь добавлю остальное сгущенное молоко и сюда же сразу добавлю сливочно-кофейную смесь всю полость вот такой замечательный крем у меня получился если вы крем будете готовить на обычном сгущенном молоке в крем добавьте 2 столовые ложки какао порошка от крема немножко оставлю в сторону чтобы потом выровнять торт совсем немножко но около 1 столовой ложки или чуть больше вот столько я взял теперь хорошо остывший бисквитный корж нужно порезать и на четыре ровные части я уже тут сделала отметки и теперь порежу и слегка уберу вот эти края остатки теста пойдут в крошку вот так выглядит бисквит внутри он мелкопористый очень мягкий и очень аромат у меня получились вот такие четыре коржи сюда добавлю кофейный ликер если вы не хотите использовать спиртное можете этот момент пропускать я крем приблизительно вот так поделила на три ровные части сначала хорошенько пропитываем корж теперь сюда кладу часть крема сверху кладу следующий корж таким образом соберу торт до конца торт в таком виде поставлю в холодильник и оставлю там два-три часа чтобы крем успел стабилизироваться потом украсим готовим шоколадную глазурь для торта для нее я возьму 2 столовые ложки сахара так как торт маленький совсем немножко понадобится и 2 столовые ложки какого порошка это хорошо нужно растереть и сюда же добавлю 6 8 столовых ложек воды вместо воды можете взять молоко при желании я добавила 8 столовых ложек воды если будет жидковато чуть дольше проварю это поставлю на плиту доведу до кипения на медленном огне и уварю до загустения уже загустела теперь сюда добавлю измельченный горький шоколад глазурь сниму с огня и смешаю пока шоколад полностью не растопится шоколад полностью растопился сюда добавлю сливочное масло вот такая глянцевая глазурь у меня получилось слегка остужу всем немножко глазурь уже готова теперь покрою торт сверху оставшимся кремом я выровняла бока торта теперь покрою торт глазурью торт всю ночь оставила в холодильнике я купила вот такие снежинки и елочки и ими буду украшать торт вот так смотрится торт внутри он очень вкусно пахнет торт очень мягкий хорошо пропитанный я попробовала торт мне очень понравился он очень мягкий хорошо пропитанный с насыщенным кофейным вкусом и ароматом таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки это будет ваш вклад в развитие моего канала а я как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения мирного неба и до новых встреч удачи и Субтитры сделал DimaTorzok